Вот она, настоящая осень! С ароматом кофе пришло время ощутить вайб твоего города. 15 минут о самом главном в жизни Минска. Важные события и мегапремьеры, как всегда, в наших объективах. Александра Гойтан. Илья Цветков. Погнали! Предлагаю начать эфир с квеста. Отлично. А какой? Музыкальный, интеллектуальный или спортивный? Сейчас узнаешь. А подсказка будет? Конечно. Первое воскресенье октября. Праздник всех? Учителей. И да, кстати, поздравляем сегодня с профессиональным праздником тех, кто открывает детям мир знаний. Окей, с этой темой мы разобрались. Какие у нас еще маршруты? Туристические. Для атмосферных и уютных прогулок по нашему любимому городу. Теним! Туризм! Ура, ура, ура! День учителя. А еще мы составили тизер о Минске с высоты в движении и в топе соцсетей. Смотрим. Со школьной скамьи начинается движение вперед по пути инновационных технологий к открытиям. Новые форматы подачи знаний – все это в руках профессионального педагогического состава твоего города. О том, как сегодня учат наших детей, расскажу в сюжете. Смартфоны и ноутбуки на этих уроках не запрещены. Они и есть главный инструмент для выполнения поставленных учебных задач. Это совершенно новый формат обучения. Информатика нового уровня в режиме STEM-занятий. Не все это под контролем талантливого преподавателя. Егор, а ты что делаешь? Схему собираю. Покажи-ка мне свою схему. Вот. Нет, другую, которую ты собирал. Вот эту? Вот эту. Отличная модель. Нужно попробовать его запрограммировать. Уделить внимание каждому ученику и дать возможность проявить свои инженерные и творческие способности. Наталья Рыбаченок в педагогическом ремесле два года, но уже нашла особый подход к своим воспитанникам. Я провожу педагогическое исследование с использованием робототехнического оборудования на уроках. Ну, скажу, что результат есть. Да, когда это не просто картинка в учебнике, когда это какой-то реальный объект, который можно, да, посмотреть, потрогать, к которому можно что-то добавить или что-то убрать. И тот же датчик, да, вы видели, наверное, Один ребенок поставил один датчик одну лампочку, как в схеме, а другой поставил две, то есть он идет уже вперед на ступенечку. Робоконструирование, программирование на разных языках, работа с моделями и проверка их в деле. Почти все разработки юных инженеров можно поставить на конвейер и производить в промышленном масштабе. Умная лампочка с помощью фоторезистора меняет свою яркость в связи от внешнего света. То есть чем темнее, тем ярче светит лампочка. На сегодняшний день такие лампочки можно встретить как в умных подъездах, во входах метро и просто на улице. А еще ученики 146-й гимназии, постоянные участники городских, республиканских и международных технических форумов и конкурсов. Победа каждого начинающего конструктора для учителя – особая гордость. Правильная подача знаний. Главная задача современного учителя – а как заинтересовать детей учебой? Правильно – начать снимать с ними тиктоки. Учитель физкультуры и тиктокер по совместительству. Такой амплуа выбрал для себя Матвей Швец. Его методика эффективной работы с детьми – поиск общего языка через социальные сети. Всем привет! Меня зовут Матвей. Многие меня называют Матвей Владимирович, потому что я работаю в одной из минских школ. Я необычный учитель физкультуры. Также я развиваю свои соцсети. Привет! Не хочешь поучаствовать в седочке? Можно. Смотри, у меня есть каталка. Сколько раз прыгнешь, сколько и заработаешь. Один прыжок – 10 копеек. Готов? Да. Давай, поехали. Раз, два. Три, четыре. Развиваем себя в тиктоке, также в инстаграме. Все в основном. Стараюсь быть в тренде, чтобы здесь мы, как ранее говорил, быть на одной волне. Я считаю, что каждому ребенку нужен индивидуальный подход. То есть с этого все и начинается. И этот метод работает. Каждый урок физкультуры – как занимательный квест учеников 16-й школы. Обязательные нормативы закрепляют съемкой мини-роликов. Парни, физру любите? Да. Почему? Потому что у нас учитель тиктокер. Помочь выбрать свой путь в профессии и в жизни не быть с детьми на одной волне. Креативным педагогам, смелым проектам и инициативам – большая дорога. Новые таланты в тандеме с опытными учителями за школьными партами уже сегодня создают будущее страны и твоего города. Столица шагает в ритме мировых градостроительных трендов. На карте Минска появляются новички, масштаб которых впечатляет. Бизнесмены получат новый финансовый центр. А вместе с ним и небоскреб рекордсменов. 42 этажа – это ток. Нырнем в инфоповод с головой. Самый большой и, пожалуй, самый красивый бассейн в стране откроется в Минске. Совсем скоро и это не все. Обзор актуальных мегаобъектов в мегаполисе у Алексея Хондратенко. Объект, который не так-то просто уместить в кадр. Зато он оптимально размещается на карте города. Минский международный выставочный комплекс. Здание мегауровня в северной части мегаполиса. 37 тысяч квадратных метров. Конференц-залы, офисы, конгресс-холл задуманы в виде амфитеатра на 650 мест. И это еще не все. Это третий по величине в Европе выставочный центр. В нем будут два огромных зала больших. Каждый там более 9 тысяч квадратных метров. Там будет конференц-холл. Если подняться с высоты птичьего полета, то просматриваются силуэты аиста. Это символ Республики Беларусь. Когда уже объект будет готов, завершена его отделка, вы также увидите национальную символику. Пять башен, от вида которых сносит крышу в комплексе «Минск.Мир». Свои архитектурные селебрити. Доминирующее здание Международного финансового центра. 42-этажный небоскреб высотой 164 метра. И это будет самое высокое строение столицы. Реализация концепции Международный финансовый и коммерческий центр – это новый этап. Это не просто комплекс зданий. Мы завершаем инфраструктуру. Мы строим самое высокое здание в этой части Европы. Знакомимся с еще одним столичным рекордсменом, и он также находится в «Минск.Мире». У здания, похожего на круизный лайнер, 8 подъездов. Это немного, но, внимание, здесь 1011 квартир. И это самый многоквартирный жилой дом мегаполиса. Пока столица прокачивает архитектурные скиллы, мы готовимся максимально укрепить свои мускулы. Для этого уже скоро откроется самый большой в Беларуси бассейн. Здание «Гигант» разделено на две части – соревновательную и общественную. Бассейны – плавательные по 50 метров, прыжковый, детский. А еще здесь будет ресторан с европейской и китайской кухней. К слову, именно «Поднебесная» и возводит этот грандиозный спортивный объект. И это лишь часть столичных зданий рекордсменов. Уже в ближайшей перспективе появится немало очередных, значимых новостроек твоего города. А значит, продолжение следует. Гастрономический и деловой, культурный и медицинский, образовательный и экологический. И это лишь часть направлений для туризма в Минске. Самый простой способ узнать больше о любимом городе – просто выйти на улицу и присмотреться к историческим подсказкам. Разглядеть облик прошлого в современном Минске помогут как профессиональные гиды, так и блогеры-краеведы. Пеший вояж по столице в моем следующем сюжете. Игорь Варапанов. Минске с 2003 года. Магистр биологических наук. Рентгенолаборант со стажем в 20 лет. Работает в Минской областной клинической больнице. Папа – двоих детей. Два года занимается краеведческой работой. Ведет блог Игорь Урбанист. Наш Минск начинается именно с этого места. С 11 века 1063 года здесь стоял Минский замок. Территория Минского замчища историческая, так она именуется. И, конечно, этот замок был земляной, с крепостными деревянными стенами, с драмой дубовой, 10-метровой. Но, конечно, он в конце 18 века уже приходит в упадок. Вместе формируется уже торговый центр, рынок, низкий рынок. Визуально мы этого не видим, но музей под землей. Да, по сути дела, весь музей под землей. Археологические сенсации с горами, да? Да, здесь последние раскопки были в 2009 году, когда обнажили фундаменты Минского храма. Исторический центр Минска у станции метро Немига именуется площадью 8 марта. Это самая древняя локация города. Менялись названия, улиц, легенды и силуэты сохранились. Друзья, интересное фото 1950 года. Вид на Лавское предместе. Дома ремесленников, дома торговцев. Сислощ еще течет в своих естественных берегах. Не заключена бетонная берега, вы видите, да? И мы видим мостик интересный. Здесь будет еще один мост. Трамвайный мост. По нему когда-то пройдет Минская комка в 1898 году. В двух шагах начинается Зыбицкая улица. Историческое название связано с особенностью ландшафта. Почва у побережья Свислочи была болотистой, зыбкой. Восстановили облик исторического здания. Мы видим высокие арочные окна, да? С лучковыми перемычками, с адриками. Даже вернули балконы с кованым ограждением. Сохранилось вот такое одноэтажное здание на современной Зыбицкой. Это действительно историческое здание начала 19 века. Это оранжерея дома, усадебного дома Ваньковича. В Минске есть и старые дворики. Если мы прогуляемся в верхнем городе, там у нас есть и красный дворик атмосферный, да? Но есть и новые дворики. В частности, вот этот каждый минчанин может принести фотографию свою, повесить. Появляются вот такие милые скульптурные композиции. Мультяшные ежики из мультика «Ежик в тумане». Этот уголок нашего города по праву можно назвать Минск промышленным. В 19 веке здесь находились мини-заводы, кожевенные мастерские. Правда, тогда это была улица не Октябрьская, а Нижнеляховская. Более 10 лет назад на этой территории начали создавать современный облик, украшая фасады зданий граффити. Даже в самых излюбленных уголках Минска есть новые ракурсы на историю города. Мастхэв этой осени прогулки по лошадкому садово-парковому комплексу, исторической части улицы Карла Маркса и Михайловском сквере с его скульптурной галереей. Необычные точки для увлекательного уикенда. Стас Рябцев показал Минск с другого ракурса и с другой стороны в своей рубрике «Новости на ходу». Минск осенний, яркий, мобильный. Снова в моем объективе и твоего города. Атмосферная фотозона в центре мегаполиса. На улице Революционная разместилась локация для самых ламповых фотокарточек. В декоре колоритный натюрморт. Эта локация преобразилась словно картинка из Пинтерест. Вот хочу рассказать вам об этой козе, которая здесь нас встречает, синяя коза. Вот существует такое поверье. Если ее потрогать за язычок и загадать желание, то это желание обязательно сбудется. Порой даже на ходу можно увидеть, что это необычное и креативное. К примеру, вот такие вот интерактивные арт-объекты расположены в сердце твоего города. Волшебный фонарь. Достаточно пожать ему руку, как сразу же он отвечает взаимностью. Причудливые формы, буйство зелени и атмосферный оазис. В ботаническом можно насладиться буйствами летних красок. Здесь собрано более 200 редких растений. Джунгли зовут на красивые и увлекательные уикенды. Мы находимся в оранжереи тропических растений. Здесь порядка 550 видов разновидностей растений, которые в Беларуси на улице не растут. Можно увидеть пальмы, лианы, кактусы и много другого интересного. Такие новости на ходу нам удалось запечатлеть на этой неделе в твоем городе. Еще больше ярких локаций смотрите в следующее воскресенье. Минск в объективе его жителей лучше гайд по жизни твоего города. Яркие кадры, вирусные ролики, забавные тренды. Минск онлайн в обзоре Карины Гуревич. Интернету все возрасты покорны, уверены талантливые люди твоего города. Обзором компьютерных игр увлеклась жительница Минска Валентина и увлекла других. Ее канал в соцсетях набирает миллионы просмотров. Обзоры модных деликатесов, гайд по интересным местам. В комментариях ее благодарят за вайп и душевность. А снимать вирусные ролики начинающему блогеру помогает внук Юрий. Петровщина. Звездная и космическая станция метро снова на орбите популярности. Виртуальная локация теперь и в компьютерной игре. Блогер построил станцию метро в формате пикселей. Чем покорил пользователей соцсетей. Теперь все ждут продолжения. Немигу, площадь независимости, национальную библиотеку в кубизме. Пчелка, которая тоскует по ушедшему лету и цирковому сезону в трендах соцсетей на этой неделе. Милые кадры удалось запятствовать жителю Минска. Кому-то пчела показалась грустной, кому-то просто уставшей после шумного праздника. Очевидно, одно такое яркий пешеход добавил красок осеннему Минску и подарил тысячу улыбок твоему городу. Таким Минск был на этой неделе. Таким еще он может быть, узнаете вместе с нами. В эфире программа «Твой город». В воскресенье первые информационные. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин